здравствуйте уважаемые слушатели вашему вниманию предлагается курс социологии автор курса кандидат философских наук доцент ермаков вячеслав алексеевич курс социологии базовой он считается в структуре высшего образования на любом факультете в нашей стране и так внимание тема первая это социология как наука и здесь же мы рассмотрим историю развития социологического знания далее часть 1 социология как наука как научная дисциплина это важная тема она вводная значит социология как наука структура социологии здесь рассматривается предмет объект методы социологии и конечно же функции социологии социология это наука об обществе она изучает общественные явления социальные связи социальные институты вот когда мы говорим социальные институты имеется ввиду различные учреждения которые находятся в стране ну что относится к социальным институтам семья это базовый социальный институт школа базовый социальный институт армия государство как социальный институт это важно также социология изучает социальные отношения социальные отношения их много в обществе они различные многообразные В целом, социология – это системный подход к изучению общества. Предметом социологии являются общие специфические законы и закономерности развития и функционирования исторических социальных систем. Но обратите внимание, еще раз, предмет социологии – это законы и закономерности развития исторических социальных систем. То есть, тех систем общественного устройства, которые были в истории, которые есть сейчас. А вот объект социологии – это социальная среда, общество, в котором мы живем, те общественные отношения, в которых мы все с вами находимся. Структура социологии как науки состоит из двух частей социологии. То есть, есть теоретическая социология, где формируются определенные взгляды на развитие общества, на развитие социальных процессов. Подвигаются теоретические положения, даются социологические концепции. И все это называется теоретическая социология. Вторая часть социологии – это прикладная или по-другому экспериментальная социология. То есть, посредством экспериментальной прикладной социологии мы можем выявить, рассмотреть, изучить узкие вопросы нашей с вами социальной жизни. Понять, как происходят процессы, дать какие-то прогнозы, определить перспективу развития общественных отношений в той или иной сфере общества. Это все относится к прикладной социологии. Далее, по масштабу социальных феноменов выделяют три уровня в развитии социологии. Итак, внимание, три уровня. Макросоциология, она изучает общество в целом. И вот я когда привожу пример, чем, собственно говоря, отличается макросоциология от других уровней, я всегда привожу такой пример. Макросоциология, она фиксирует взаимодействие больших социальных групп. Или, например, взаимодействие человека и государства, взаимодействие между разными странами, между разными народами, международное взаимодействие. Это все предмет макросоциологических исследований. То есть, большие социальные объекты взаимодействуют друг с другом. Это изучает макросоциология. Далее, теории среднего уровня. Они изучают отдельные социальные институты. Вот, например, институт семьи, институт права, институт бизнеса. Вот это будет теория среднего уровня. То есть, несколько ниже. Макросоциология дает обобщенный взгляд. Теория среднего уровня дает центрированный взгляд на проблему. А микросоциология уже изучает малые социальные группы. То есть, те группы, которые составляют непосредственное окружение человека. Микросоциальная среда. Далее, функции социологии. То есть, под функцией всегда имеется в виду то, какое значение имеет социология в контексте развития общества. Ну, во-первых, социология – это теоретико-познавательная наука. То есть, социология выдвигается в теории. Посредством социологического знания мы получаем знания об обществе. Далее, вторая функция социологии – это культурно-просветительная. Культурная и просветительная одновременно. То есть, социология – это большой пласт человеческой культуры. И, осваивая этот пласт, мы получаем просветительские данные. То есть, просвещаемся, становимся более грамотными. Мировоззренческая функция социологии – конечно же. Социология формирует мировоззрение. Отчасти. В большей степени, конечно, мировоззрение формирует религия, философия, наука, искусство. Но и социология в том числе оказывает влияние на формирование устойчивого мировоззрения. Человек с формированным мировоззрением считается более стабильным социально и психологически. У человека, у которого размытое мировоззрение, он считается социально и психологически неустойчивым. Далее. Управленческая сущность или функция социологии также крайне важна. Почему? Потому что, как известно, труд человеческий делится на две части. Производительный труд и управленческий труд. Это обнаружили современные социологи. Ранее говорили, например, так, что есть труд умственный и физический. Теперь этот тезис снимается. Он несколько неверен. Но представьте себе. Вот ремесленник или плотник, он же тоже смотрит схему, применяет одновременно и умственный труд, и физический. Теперь же говорят так, что главное качество разделения труда, это вот на физический и на управленческий. То есть вопрос ставится о том, как нами управляют. Управленческая функция есть одна из самых важных функций в развитии общества, в его, так сказать, совершенствовании. Более того, есть раздел социологии, который так и называется. Социология управления. Он считается на экономических факультетах, на социальных, но и других. Далее. Социально-преобразовательная функция. Конечно же. Цель социологии – это менять, преобразовывать, улучшать общество. Это важная функция социологии. Далее. Вот макросоциологические теории. Обратимся несколько к ним. Вот одна из теорий – это так называемый символический интеракционизм. Представители этой теории – Митт, Блумер, Гоффман. Символический интеракционизм – это проблема взаимодействия между различными группами общества. То есть, как наладить взаимодействие – такой вопрос ставят представители данной теории. Какими необходимы социальные символы, какие механизмы социальные необходимы для гармоничного взаимодействия. Структурный функционализм – такая и есть макросоциологическая теория. Вот автор ее известный Солох Парсонс. То есть, о чем речь? То есть, структура общества усовершенствованная, она способствует стабильному развитию самого общества. Структурированное общество, взаимосвязанное, как механизм, оно, так сказать, помогает развитию общества. Далее. Теория социального обмена. Вот представители Хоманс, Блау, такие социологи. О чем они говорят? С их точки зрения расширение обмена информационного, социального, культурного в диалоге, в, так сказать, коммуникации общества становится более целостным, более стабильным. В этом, собственно говоря, смысл теории социального обмена. Далее. Следующие уровни развития социологического знания. Это теория среднего уровня. Это понятие ввел американский Солох Роберт Мертон. Что он относит к теориям среднего уровня? Ну, смотрите. Это, во-первых, теория культуры или социология культуры. То есть, соология культуры – мощный пласт социологического знания. Там ставится вопрос, как формируется культура, какое влияние оказывает культура на общество. И обратно. Как общество оказывает влияние на культуру. Далее. Например, социология религии. Она тоже является такой базовой теорией среднего уровня. Уровня, ну, давайте скажем, по вопросам социологии и религии, несколько важных тезисов. Которые актуальны для современного социологического знания. Например. Вот в 70-е годы 20-го века проводился социологический опрос в Германии. Он начинался. Работал институт социологии Эдварда Кана. Такой крупнейший социолог. Он жил в Германии. И вот он начинает опрос проводить. Что будет с религией, ставится вопрос перед гражданами Германии в 21 веке. Потом этот вопрос задают в других странах. То есть проводится международный уже европейский опрос по вопросу о судьбе религии. О будущем религии в 21 веке. Какие же результаты этого опроса? Большинство жителей Европы, они сказали так, что в 21 веке, 21 в наше время, религия приобретет музейный характер. Она станет антикварной такой сущностью. И мы будем относиться к религии, к любому религиозному феномену, как вот мы сейчас относимся к религии египтян. Вот древнеегипетская религия. Она влияет на наше с вами современное состояние жизни? Вроде бы нет. И точно так же, говорят жители Европы, религия будет сдана в архив. Ее не будет. Она уйдет из человеческой жизни. И этот прогноз, уверяю вас, оказался неверен. Ошибочный прогноз. То есть большая часть опрошенных высказывалась за то, что религия постепенно будет исчезать. А получилось наоборот. В 21 веке произошел мощный взрыв религиозного сознания. И сейчас социологи, культурологи пишут о том, что по всему миру идет религиозный ренессанс. Возрождение религии. Рехристианизация. Возрождается христианство. Реисламизация. Ислам возрождается. Реиндунизация. Индуизм возрождается. Конфуцианство. И другие религиозные учения человечества. То есть, оказалось, что социологический прогноз был неверен. И в данном случае социология религии имеет громадное значение для понимания общественных процессов. Для понимания устройства мира вообще-то в целом. Почему так? Ну, например, по социологическим данным на сегодняшний день, по вопросу о религии и влиянии религии на человечество. Из 6,5 миллиардов, 5 миллиардов, это люди верующие. И 1,5 миллиарда называют себя атеистами. Вот такое соотношение, таков социологический уровень анализа данной проблематики. Далее, вот следующая теория среднего уровня, это социология труда. Труд, конечно, является таким базовым элементом исследования различных социологических ассоциаций, условия труда, взаимоотношения людей в процессе труда. А корпоративная культура сейчас очень актуальна для исследования проблем труда. Далее, социология управления. Ну и другие теории социального уровня, среднего уровня, они крайне важны. Ну, например, теории среднего уровня. Социология религии, мы об этом уже говорили. То есть, она исследует проблемы взаимодействия религии и общества. Далее, социология культуры, она исследует влияние культуры на общество и общества на влияние культуры. Ну, это, скажем, такой ключевой момент по этому вопросу. Культура и общество. В чем здесь проблема? Значит, главный тезис такой, что все социологи уже, начиная, так сказать, с 20 века, пишут о том, что культура переходит в цивилизацию. Культура – одно понятие, цивилизация – другое. Культура – это понятие, в принципе, религиозное, мистическое, от слова культ. А цивилизация – понятие рациональное, техническое. И вот поэтому культурных феноменов становится меньше, пишут социологи. Идет процесс унификации, сглаживания культурного своеобразия человечества. И все становится уже цивилизацией. Цивилизация наступает, захватывает культуру, подавляет, уравнивает, унифицирует, делает нас с вами однообразными. Мы уже не живем в пространстве культуры как таковой, мы уже живем в пространстве цивилизационных, технических ценностей, однообразных взглядов, однообразного подхода к социальной реальности. Поэтому культура разграничивала людей, то есть она говорила о том, что есть разные культуры, разные народы, разные нации. А цивилизация, наоборот, это процесс глобализации, который, так сказать, унифицирует культурную реальность и делает культуру, так сказать, бесцветной, бессистемной. И культура уже не живет в глубинах человеческого, так сказать, психики, в глубинах человеческого существа. А наоборот, цивилизация. Это крайне важная проблема. Социология культуры и, более того, переход культуры в цивилизацию. Далее. Еще примеры теории среднего уровня. Это социология политики. Но это область социологии, которая замечает взаимоотношения политической сферы с другими сферами общества. А также политических институтов с другими социальными институтами. Социология политики сформировалась как научная дисциплина совсем недавно. То есть где-то в середине 20 века вот формируется уже социология политики. Более того, конечно, надо понимать, что все социологические разветвления внутри социологии, которые есть, они первоначально в скрытом виде были философией. То есть до появления социологии, конечно, была социальная философия. Потом уже развивается социологическое знание. Появляются различные теоретические обобщения в социологии. Ну вот еще пример теории среднего уровня – это социология управления. То есть, ну мы говорили уже об этом коротко, это отрез знания с логического изучающего процесса управления. Управление есть на разном уровне. Есть региональное управление, глобальное управление, международное управление. То есть систем управления много различных. И вот социология управления обобщает эти системы управления. Пытаются выявить наиболее устойчивые системы управления, стабильные. Далее. Ну и еще важнейший пример теории среднего уровня – это социология массовой коммуникации. То есть, здесь предметом социологического исследования является взаимодействие людей в плане информационном. То есть, в информационных полях взаимодействия. Скажем так. Вот это предмет исследования в социологии массовой коммуникации. Далее. Вот микросоциологические теории. То есть, теории, которые исследуют группы и взаимоотношения людей в группах. Это теории социализации. Вот представитель Чарльз Кули. Такой ссылок был. Социализация – это процесс усвоения человеком социальных норм. То есть, ставится вопрос о том, вот как, каким образом человек, находясь в социальной реальности, в определенной группе, усваивает социальные нормы. И становится полноценным членом социального общества. Теория бихевиоризма. Или по-другому поведенческая социология. Ну, вот что говорит бихевиоризм или поведенческая социология по отношению к обществу. Они говорят так. Но слушайтесь в этом мысль. Смотрите. Что важнее всего для социальной жизни, для человека, который находится в коллективе, в организации? Что важнее? Важнее его поведение. Его система поведения в этой организации. То есть, он может исповедовать разные взгляды. Он может быть представителем одной религиозной конфессии, другой религиозной конфессии. Он может быть фанатом какого-то футбольного клуба. Или принадлежать к какой-то определенной политической партии. Но это, это никого не интересует. Интересует в условиях организации его адекватное взаимодействие с людьми. То есть, его поведенческие характеристики важнее всего. Вот на это направлены теории бихевиоризма в социологии. То есть, они ставят вопрос так. Уберем мировоззренческие проблемы, идеологические, религиозные, которые есть внутри человека. И заставим его быть полноценным членом организации. Исполнять те нормы, установленные организацией. И те требования, которые организация предъявляет. То есть, зажать человека рамками поведения. Рамками адекватного взаимодействия с людьми в процессе труда. На работе, в организации. Вот эта идея бихевиоризма, она разрабатывалась в американской социологии. Ну и в западной в том числе. Ну еще раз, коротко. Подытожим эту мысль. Смотрите. На западе поняли одну простую проблему. Что в условиях демократии масса взглядов у людей. Масса. То есть, люди могут исповедовать все, что угодно. У них политические взгляды разнятся на эти. У них разные национальности. У них разные культурные составляющие. Разные воспитания даже. Поэтому перестраивать все это невозможно. Поэтому организация должна в первую очередь, с точки зрения западных социологов, ориентирует людей на общие цели, на общее взаимодействие без учета их, так сказать, мировоззрения. Глубин их национальной, психической, культурной жизни. Понимаете? То есть, ценности организации, они важнее, чем те ценности, которые может быть исповедовать человек вне организации. Вот на этом построена, собственно говоря, современная социология бихевиоризма. Далее, теперь обратимся уже к истории социологии. Посмотрим, какие были исторические концепции, как возникала социология, когда она, собственно говоря, появляется. Вот эта часть вторая, история социологии. Вот обратимся к следующему слайду. Здесь мы можем увидеть исторические предпосылки возникновения социологии, социологического знания. Ну, чтобы оставить в первую очередь в глаза, о чем пишут в учебниках, когда и откуда появляется социология. И общий тезис. Социология появляется из просветительской философии истории XVIII века. То есть, была эпоха просвещения. В основном это французское просвещение. Затем европейское просвещение в целом. В XVIII веке были французские просветители Вольтер, Дидро, Монте-Скве, Руссо. Вот там, именно там появляются уже первые социологические знания. Они рассуждали об истории. Как устроить лучшее историческое общество? Как, так сказать, создать более гармоничную цивилизацию? Ставили вопросы философы XVIII века. Конечно, французская революция показала то, что их идеи были несколько двойственны. С одной стороны, они хотели свобод, блага, равенства для людей. С другой стороны, французская революция привела к диктатуре кабинцев, привела к террору, привела к власти Наполеона, к мировым наполеоновским войнам. Вот, собственно говоря, такой путь идеи просвещения, так сказать, обозначили в истории Европы. С другой стороны, в европейской философии просветительской было много положительного, конечно. То есть, вот все идеи, которыми мы сейчас живем, свобода, демократия, права человека, они были сформулированы в XVIII веке. И вот Вольтер, французский философ, вот он говорит так, что есть философия истории, то есть, как развивается история. Она, оказывается, с точки зрения Вольтера, развивается на основе общих принципов, законов развития человеческого общества. Давайте будем искать эти законы, давайте будем обнаруживать некие социальные закономерности, говорит Вольтер. И вот этот тезис, он был развит в дальнейшем и во Франции, в том числе, и в других европейских странах. Еще раз, социология выходит из просвещения, из просветительской философии Европы. Далее, какие исторические предпосылки существуют возникновения в философии? И когда, собственно говоря, она возникает? Ну, во-первых, в 19 веке, вот в 30-е годы 19 века, наука, она захватывает пространство культуры, захватывает пространство социальной реальности. То есть, наука заявляет о своей свободе, о доминировании своего знания в обществе. Научное знание – это одно, а религиозное знание – это другое. Наука, она отрывается от религии уже полностью, фактически. Уходит из-под диктата религии и говорит о том, что вот будет свободное научное знание, не догматическое, а вот рациональное. Конечно, процесс отрыва науки от религии трагичен во многом. И об этом пишут все мыслители, они знают эту проблему. В чем дело? Смотрите. Проблема в чем? Наука и религия где-то до 17 века развивались, как две сестры. То есть, наука и религия говорили об одном. Кто такой ученый был с точки зрения христианской церкви? Ученый – это тот человек, который доказывает, как устроен мир, каковы законы устройства мира, но он, с точки зрения христианской церкви, не отрицает, что законы природы возникли не сами по себе. Видите? А он утверждает, наоборот, что законы природы созданы Богом. Вот это было главное для ученых того времени. А вот в 19 веке уже ученые говорят о чем? Что законы природы, они вот сами по себе возникли, а Бог, его может быть и нет. Поэтому, в 19 веке идет волна атеизма, с одной стороны, с другой стороны, идет волна просвещенческого атеизма и научного детерминизма. То есть, наука, она, собственно говоря, вырастает на атеистической базе, и вот социология, социология, она тоже формируется, как атеистическая наука. Видите? То есть, более того, все вот науки социального плана, культурология, политология, социология, да и философия, они начинают рассматриваться под атеистическим взглядом, на основе атеизма. Не на основе религии, понимаете, а на основе атеизма. Это важно. Появляется эмпирическая наука, и уже происходит такой разрыв. Наука в одну сторону, религия в другую. Далее. Вот основатель социологии. Это французский философ середины 19 века, Агюст Конд. Он считается отцом социологии. В 1842 году Агюст Конд вводит термин социология. И он закрепил этот термин в истории философской и общественной мысли. С 1842 года, можно считать, идет начало развития социологии. Что же вкладывал в понятие социологии Агюст Конд? Он сначала социологию называл социальной физикой. Вот смотрите. Социальная физика, то есть, это наука естественная, говорит Конд. Не религиозная, а естественная. Более того, Конд противопоставляет социологию, религии и философии. То есть, он был атеистом. Он говорит так, что социология должна быть выше религии и выше философии. Вот это была мощная такая программа, знаете, захвата социологии вообще всех областей культуры. Более того, Конд говорит так, что самая важная наука теперь для человечества в целом, это социология. Почему? Не религия, не философия, а вот именно социология. Потому что социология, она научное знание дает. Она дает точные, проверенные знания. А вот ваша философия, говорит Конд, ваша религия, это метафизические спекуляции. Знаете, это рассуждения не точные, не проверенные. Поэтому давайте, говорит Конд, отделим науку, социологию от религии и от философии и заявим о том, что социология будет царицей всех наук. То есть, если ранее, до Конд, философия была царицей всех наук, а еще ранее, в 17-18 веке, конечно же, религия доминировала, то Конд фактически совершает своеобразный переворот в развитии общественного знания. Он говорит о том, что социология теперь будет доминировать, а все остальные знания ниже социологии. Вот это был такой мировоззренческий подход Агюста Конд. Далее, вот Конд говорит следующее, каковы стадии на самом деле развития общества? В целом, человеческого общества, всего человечества. Ну, во-первых, с точки зрения Конд была теологическая стадия, то есть все народы мира, неважно, какая культура, какая цивилизация, вот они где-то до 17 века были подавлены мифологическим и религиозным мировоззрением, говорит Конд. Мифология и религия господствовали в умах людей, и они определяли развитие человеческой цивилизации. Далее, с 18 века, говорит Конд, на части 17 наступает так называемая метафизическая стадия развития человеческого общества. Чем она отличается от теологической стадии? А дело в том, что религиозные взгляды это одно, а метафизические взгляды это же философские взгляды, а религиозные взгляды это взгляды, которые утверждены догматами религии, а философские взгляды это взгляды людей, вот философов, Кант, Гегель, Фирбах, Шеринг, вот немецкие философы, Вольтер, Дидро, Руссо, вот их взгляды, вот это метафизическая стадия, то есть, та стадия, на которой чеческая мысль уходит под влияние религии, она начинает быть свободной, то есть, взгляды людей, метафизические взгляды людей, но они же еще наполнены религиозными рассуждениями, они еще не ушли в чистую науку, говорит Кант, поэтому, с его точки зрения, именно с 19 века, вот уже начинает появляться новая система взглядов, и эта система взглядов называется позитивная, и Кант основатель позитивизма, доктрины позитивизма, то есть, это глобальная доктрина, которая существует и в философии, и в социологии, и, собственно говоря, объемляет на сегодняшний день все сферы знания, что такое позитивизм, позитивизм, это научная доктрина, то есть, позитивизм произвлашает господство науки во всех сферах человеческой жизни, наука тотально будет господствовать, не религия, не философия, именно наука, то есть, она центр и фокус человеческой жизни, об этом говорит позитивизм, и Кант, он же одновременно философ, атеист, материалист, позитивист, и он же основывает социологию, далее, вот концепция социологии Агюста Канта, он говорит так, что должен на самом деле изучать социолог, а он должен изучать два, два процесса основных, это процессы социальной статики и процессы социальной динамики, и выискивать законы социальной статики и социальной динамики, чем отличается социальная статика от социальной динамики, социальная статика это то, что устойчиво, то, что передается от поколения в поколение, то есть, те нерушимые законы общественного развития, которые от века к веку, они не меняются. А социальная динамика – это вот то, что в наше время сейчас изменилось. Вот представьте, одна система отношений, она в одно время была такая, а другая система отношений в другое время другая. То есть, меняются, меняются законы. Ну, вот, например, приведем пример социальной динамики, как понять, что это такое. Вот, например, у нас по законодательству Российской Федерации в настоящее время вот идет либерализация законов. Например, по отношению к гомосексуальности. Российские законы сейчас либеральные, понимаете. А вот при советской власти российские законы по отношению к проблеме гомосексуалистов, они были жестче. Ну, например, так. В чем здесь динамика-то, собственно говоря, социальная? Вот если при советской власти факт гомосексуальности был подтвержден, например, заявлением какого-либо лица со стороны, то это признавалось судом в качестве предмета судебного избирательства. Вот, могли подать в суд. А сейчас нет. Сейчас мало ли кто на кого заявит. Это не является предметом судебного избирательства. Вот, сейчас заявление только от потерпевшего. Вот, может быть. Считаться предметом судебного избирательства. Поэтому, вот здесь произошла такая либерализация законодательства в отношении этой проблематики. Более того, давайте скажем еще очень важную мысль. Подчеркнем. Вот смотрите. С точки зрения социологии можно изучать все. Это идея конта. И это же реальность нашего времени. То есть, товарищи, социологическое знание присутствует там, где есть человек. Где есть проблема человека, там есть социология. Ну, например, есть социология преступности. Да. Вот у нас многие товарищи занимаются исследованием субкультуры уголовного мира. Понимаете? Проводят анализ, так сказать, российской преступности. Ну, например, у нас в стране сейчас порядка 850 тысяч осужденных, которые находятся в местах заключения. Это же часть общества. Ее надо исследовать? Да, конечно же. Поэтому есть социология преступности, как объект изучения. Ну, например, социология молодежи. Молодежь, громадная часть общества, изучает проблемы молодежи. Например, социология города. Вот как в городе происходят изменения социальные. Ну, например, социология, так сказать, людей с иной сексуальной ориентации, скажем так. Такая социология тоже есть. Вот по данным, например, Энтони Гиддлса, это крупнейший социолог, живет в Америке. У нас 3-4% от европейского населения являются людьми с гомосексуальной ориентацией. Это среди мужчин. И 2% среди женщин. Это громадная часть населения. Понимаете? И вот это является предметом социологического исследования. Например. То есть, я хочу подчеркнуть, что практически нет такой сферы в жизни людей, которая бы не стала предметом социологического исследования. То есть, громадное количество, социология бизнеса, социология предпринимательства, социология элиты, социология толпы, социология сект, сектантского движения. Понимаете? То есть, социология субкультур, молодежных субкультур. То есть, социология, она охватывает все сферы общественной жизни. Понимаете? На сегодняшний день именно так. То есть, дифференциация социологического знания громадная. Вот. Это важно. Но это все начиналось уже с середины 19 века. И вот Конд говорит так, что нужно изучать процесс социальной динамики в основном. Что меняется от века к веку? Темпы социального изменения увеличиваются. Расширяется социальная динамика постоянно. То есть, все меняется. И это тезис Конта очень важный. Он подхвачен был социологической мысли. И на следующий день именно дело обстоит так, что сфер социологической исследований становится все больше и больше. Далее. Следующий слайд. Вот социальная динамика. Теперь уже определение. Это духовное, умственное развитие общества. То есть, исследование духовного, умственного развития общества. Или то, что прогрессивно. Теория прогресса имеет громадное значение в социальной динамике. Социальная статика. Это вот то, что не меняется. Климат. Он меняется, да. Но не так быстро, как социальный процесс. Раса. Она не меняется. Национальность не меняется. Средняя продолжительность жизни. Это вот будет социальная статика. Понимаете? Нельзя сказать, что средняя продолжительность жизни радикально меняется. За 20, 30, 50 лет. Все-таки это были устойчивые показатели. Поэтому социальная статика исследует устойчивые, стабильные показатели, которые можно выразить через какое-то общество. Определить человека. Далее. Вот еще один из представителей социологии. Крупович, социолог, современник Агюста Конта. Это Герберт Спенсер. Также социолог-позитивист. Что он внес в развитие социологического знания. Дело в том, что вот Герберт Спенсер, Агюст Конт и Чайльз Дарвин. Они жили в одно время. Теория дарвинизма, она была крайне популярна в Европе, в Англии. И вот Герберт Спенсер, английский социолог, он поклонник Дарвина. И он говорит так, что общество надо рассматривать подобно биологическому организму. В чем здесь идея? Смотрите. Начиная с Конта, со Спенсера, с Дарвина. Общество рассматривает как естественное природное образование. То есть, не как сверхъестественное, божественное. А как естественное. А если общество естественное, значит биологично оно само по себе. Законы биологии переносятся в социальную жизнь. Понимаете? То есть, общество это биологический организм. Эволюция идет в природе. И эволюция идет в обществе. Об этом идет речь. Далее. Вот какие выдвигает идея Спенсер. Он выдвигает идею естественного отбора в обществе. Но смотрите. Существует естественный отбор в природе. Это конкуренция и борьба. А Спенсер говорит, что да, точно так же должна существовать конкуренция и борьба в обществе. Поэтому закон борьбы биологический, закон конкуренции и выживания сильнейших биологический, он переносится в общество. И говорит с отцом, что законы борьбы и выживания, они же есть законы общественного развития. Товарищи, это сложный момент в развитии социологии. Ну почему так? Потому что если мы скажем, что вот общество неизбежно развивается на основе борьбы. Есть конкуренция, борьба. То есть слабые должны быть уничтожены, а сильные должны управлять обществом. Выжить. Слабые уходят, сильные выживают. Слабых уничтожают, сильные выживают. Знаете, то есть вот этот биологический фактор в социологии, он конечно использовался и в социологии коммунизма, и в социологии фашизма в третьем рейхе. Знаете, то есть было множество социологических расовых теорий, где доказывалось, например, что есть высшие расы, низшие расы. Вот рабочий класс, например, в Советской России, это высший класс, который должен уничтожить низшие классы дворянства и буржуазии. Или духовенства. То есть вот эта идея, идея сама по себе, что в обществе должна быть борьба, конкуренция, соперничество, конфликты. Она взята была Гербитром Спенсером и интерполирована, перенесена в социологию. Но сегодняшний день идея естественного отбора в биологии, она трансформируется в идею естественной конкуренции в экономике. Понимаете? То есть экономическая конкуренция, борьба стран, экономическая борьба, знаете, за выживаемость, за ломки сырья, за природные ресурсы. Это как бы естественно все обосновывает, так сказать, Спенсер и другие его последователи. Поэтому возникает такая громадная доктрина социологии, она называется социальный дарвинизм. Понимаете? Где общество рассматривается с биологических позиций? Конечно, социальный дарвинизм критикуется с разных сторон. Нельзя однозначно утверждать, что дарвинизм есть основа общественной жизни, социальной жизни людей. Это несколь неверно. Но, по крайней мере, такая доктрина есть. И она господствует во многом в нашем современном понимании общества. Далее. Вот Герберт Спенсер. Он говорит так, что всякое общество, оно имеет три системы органов. Это поддерживающая система. То есть поддерживающая. Это производство. Это экономика. Далее. Распределяющая система. Это вот социальная организация труда. То есть как мы трудимся, где существует распределение труда. В одной сфере труд такой, в другой другой. Далее. И регулирующая система. Это государство. Ну, конечно, Спенсер, он отстаивал идею гармонического регулирования общества. Ну, давайте скажем, очень важный тезис выдвинем. Такой. Смотрите. Все социологи, крупнейшие мыслители человечества, их условия можно разделить на две части. Одна часть эволюционисты, они отстаивают эволюционный путь развития общества. А другая часть, это прогрессисты, радикалы, они отстаивают революционный путь развития общества. Спенсер был против революции. Он считал, что нужно так же, как в биологии, постепенное реформирование общества. То есть через экономику, через культуру, через улучшение социальных законов. А вот Конт, Конт, он отчасти склонялся, так сказать, и к радикальным взглядам. Но нельзя сказать, что Конт однозначно радикальный революционер. То есть, что он создал революционную концепцию социологии. Это не так. Радикальный революционер, конечно же, Маркс. Маркс говорил так. Нет, общество не надо реформировать. Его надо революционизировать, уничтожить старое и построить новое. А Спенсер и Конт говорят, нет, надо не реформировать общество. Изменения должны быть постепенные. Любая радикальная смена государства. Политической власти. Любая смена экономической системы в стране. Она неизбежно приведет к разрушению общества. Поэтому надо делать все не спеша, постепенно. Это вот основная идея. Такая, которая определяет отношения социологов в глобальном таком смысле. К глобальному развитию честного общества. Либо революционного, либо эволюционного характера. Далее. Вот Герберт Спенсер. Он также позитивист. Основатель из позитивистской концепции социологии. Он рассматривает общество как систему. И пытается применить научный анализ к рассмотрению общества. Далее. Он вводит такое понятие как теория общественного развития. Он говорит так, что должна быть базовая теория общественного развития. Надо определять, какие есть законы, какие социальные системы позволяют нам развиваться. Это важное было теоретическое положение для понимания дальнейшего развития социологии. Теперь, следующий слайд. Это марксистская социология. Это Карл Маркс. Он основатель социологической теории. Это теория конфликтов. Теория социального конфликта. Собственно говоря. У Маркса было много социологических идей. Давайте их рассмотрим так в целом. Но смотрите. Значит, Маркс поклонник теории прогресса. И он утверждает, что общество необходимо, должно развиваться по линии прогресса. То есть, непрерывное улучшение. Все выше, выше и выше. Все больше и больше. То есть, непрерывный прогресс. Но, а что же тогда по Марксу конечная стадия развития общества? Ведь нельзя же все время до конца развиваться. Конечная стадия – это коммунистическая формация. И у Маркса существовала идея общественной формации. То есть, пять формаций есть в развитии общества. Первобытная общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. Она последняя коммунистическая. То есть, коммунизм – это завершающая формация в развитии общества. Вот такой был взгляд Маркса на проблему формационного развития. Более того, Маркс говорит так. Общество, оно не может развиваться эволюционно. Всегда в обществе существуют революционные скачки, революционные изменения. Поэтому Маркс говорит так, что в основе развития общества лежит конфликт. Какой? Классовый. Классовый конфликт есть основа развития общества. Говорит Маркс. Борьба классов приводит к развитию общества. Ну, как это выглядит? Вот рабы и рабовладельцы. У них есть конфликт? Да. И этот конфликт приводит к развитию общества. Появляется новое общество. Феодальное. Вот феодалы и крепостные крестьяне. Между ними идет конфликт. Развивается этот конфликт. По нарастающей появляется новое общество. Капиталистическое. Теперь опять конфликт. Между буржуазией и пролетариатом. Этот конфликт приводит к тому, что появляется социалистическое общество. И в конечном итоге общество будет бесклассовое. Классов не будет никаких. Не будет ни интеллигенции, ни крестьянства, ни рабочего класса. А будет общество унифицированное. Общество равных людей. Свободное. Открытое общество. Но оно же будет общество социалистическое, колонистическое. Такой был взгляд Маркса. Конечно, надо сказать, что марксизм повлиял на развитие человеческой цивилизации громаднейшим образом. То есть, сам Маркс был участником трех революций в Европе. Потом его выслали в Англию за неблагонадежность. И он продолжил свою деятельность. И потом уже вспыхивают такие революции международного масштаба. Это вот наша революция, русская революция 1905-1917 года. Три революции было в России. Все изменения произошли. Далее, ну вот мне хотелось бы сказать очень важную мысль. Высказать, подчеркнуть такой тезис. Как, собственно говоря, относиться нам, тем, кто живет в России, к марксизму, собственно говоря. К тому, что произошло в нашей стране. Конечно же, товарищи, надо всем прекрасно понимать, что марксизм это не русская, не наше национальное, не наше государственное, не наше политическое изобретение. Это западное изобретение. Марксизм не формировался внутри России. Это западная доктрина, которая была использована Западом для разрушения русской цивилизации. Понимаете, в чем вопрос? То есть, запад всегда выкидывает такие доктрины, знаете, политические учения. Но у себя он этот марксизм не применил, запад. По марксистским схемам западное общество не строилось. В Европе не было такого построения по марксизму общества. А этот эксперимент был осуществлен у нас в России. Чем он закончился? Он закончился гибелью миллионов наших сограждан с вами. Он закончился репрессиями, сталинскими лагерями. Все это прекрасно понимают. Ну, например, по оценкам социологов, я привожу проверенные точные данные. Из американского журнала социологического, там же и географического общества. Вот данные оттуда. Значит, американские социологи интересовались вопросом, что будет в начале 21 века в России. Вот представьте, в 1913 году американский журнал, социологический, он же на базе географического общества, ставит вопрос, как будет развиваться Россия в наше время, вот сейчас, в то время, когда мы живем. Через 100 лет, что будет через 100 лет? Вот, и прогноз этого журнала был таков. Только русских в России должно было проживать более 400 миллионов. А всех остальных, вместе взятых, около 800 миллионов. То есть, наше население страны, России, вот где мы живем, оно должно было составить 800 миллионов. Это объективные данные американского журнала. Почему так? Потому что прирост населения при Николае Втором составлял, за 23 года правления Николая Второго, составил 62 миллиона человек. В России 62 миллиона человек был прирост населения. Ну, представьте себе. Значит, какова была общая численность населения страны на 1913 год? 174 миллиона человек. А в Китае сколько проживало в это время? А в Китае проживало чуть более 180 миллионов человек. То есть, население Китая и население России, они были приблизительно одинаковы. Вопрос ставится так, социологи, если мы хотим достичь подлинного знания. А как же получилось так? Куда же делось население за 100 лет? Куда оно делось? Почему в России сейчас проживает 140 с небольшим миллионом? Куда делось население? Я уверяю вас, все крупнейшие национально мыслящие исследователи, стоящие на русских позициях, которые отставят национальные взгляды в нашей стране, они понимают прекрасно и пишут об этом в своих книгах, что у нас потеря населения в нашей стране в результате марксистского эксперимента, в результате социалистической, коммунистической революции составила не менее и не более чем 100 миллионов человек. То есть, начиная с 1914 года, с мировой войны, и вот по сегодняшнее время, по сегодняшнее время, мы с вами потеряли 100 миллионов человек. Жертв было 100 миллионов человек, и естественно от них, это 5 поколений, поколения это 20 лет, и от них вот на сегодняшний день не родилось еще 500 миллионов фактически, нерожденных людей. То есть, самые громадные потери наша с вами страна, так сказать, принесла в 20 веке. Никогда за всю историю России таких потерь не было в России. То есть, это все случилось в результате того, что именно марксистская социология, революционная социология была интерполирована, заброшена, как, знаете, бацилла, которая разъедает национальную культуру в наше общество, в нашу страну. Когда была свернута русская монархия, уничтожено русское духовенство, русское дворянство, русская интеллигенция, была выслана, выброшена на запад. У нас эмиграция составляла порядка 10 миллионов русских людей, самых лучших, была выброшена на запад. Поэтому, товарищи, уверяю вас, рассматривать марксизм, знаете, как тот социальный проект, так и ту социальную модель, которая оказалась удачной. Это будет неверно. Конечно же, социальный проект марксизма был неудачен в нашей стране. Построение социалистического, коммунистического общества, оно чем завершилось? Оно завершилось крахом этой системы в 1991-1993 годах. Поэтому это все должны прекрасно понимать, кто слушает наши лекции. Далее, марксизм. Чем же он еще интересен? Он говорит так, что общество – это система, в основе которой лежат производственные и экономические отношения. То есть, марксизм выведет идею базиса и настройки. Базис – это государство, государственные институты. То есть, базис – это экономика, а настройка – это политическая сфера, это государство. Они взаимодействуют. То есть, изменения в экономике влияют на изменения в политике. Этот тезис верный. То есть, не надо думать, что в марксизме все неверно. Там есть верные такие социологические взгляды. Они, так сказать, важны для нашего понимания. Более того, Маркс ввел концепцию детерминизма. Какого? Экономического детерминизма. То есть, с точки зрения Маркса. Все, что происходит в мире, имеет экономическую подоснову. Все процессы, они имеют экономическую обусловленность. Любой социальный процесс экономически обусловлен. Также обусловлена революция. Также обусловлена война. Также обусловлены социальные потрясения. Изменения в обществе. Все. Они фактически имеют экономическую материальную составляющую. Об этом пишет Маркс. Более того, Маркс выдвигает такой странный тезис. Конечно, исследователи марксизма, они потом обращали на это внимание. Но смотрите. Маркс говорит так. Общественное развитие. Что это? Что такое вообще общественное развитие? Это, говорит Маркс, исторический процесс. Кононизм, законы которого не зависят от сознания и воли людей. Вдумайтесь в эту мысль. Вот представьте. От вашего сознания, говорит Маркс, ничего не зависит. От сознания людей, групп людей, ничего не зависит. Хотите вы этого или не хотите, все равно будет коммунизм. Понимаете? То есть, Маркс вводит такой интересный тезис о том, что якобы социальный закон развития общества, обнаруженный Марксом, это движение по пути к социализму и коммунизму. Он неизбежен. Понимаете? Хотим мы того или нет, от нашей воли, от нашего сознания ничего не зависит. То есть, мы с вами, вот я, вы, мы безвольные существа по Марксу. То есть, мы рабы этой марксистско-еврейской идеи. Понимаете? Что мы, вот так сказать, так или иначе, все дружно перейдем в социализм. Таков был взгляд Маркса. Собственно говоря. То есть, еще раз. Марксизм имеет неоднозначный смысл. Вот. Из марксизма вылезает Ленин, вылезает Троцкий, Дзержинский, Тухачевский, ну и другие палачи русского народа. Вот. Возникает, так сказать, клика Ленина и коммунистов, которая захватывает насительным путем власть. Вот. Идет геноцид русского народа, гранадный. Нанесен гранадные человеческие жертвы. Вот. И в результате вот марксизм, он имеет такой, знаете, кровавый оттенок в истории и в судьбе России. Это должны все прекрасно понимать и спорить с этим бессмысленно. Ну, хорошо. Далее. Как идет далее развитие социологической мысли? Ну, вот. На Западе, в отличие от Маркса, есть и другие социологи, его современники, в том числе, которые, так сказать, отстаивали иные проекты развития общества. То есть, Маркс – это революция, это революция везде и всегда. Да. Ленин потом марксистскую идею дали вообще до абсурда. Он сказал о том, что должна быть всемирная революция. Видите? Троцкий эту идею дали до такого абсурда, что он сказал, что русских надо вооружить, всю нацию, и двинуть в Европу, как монголы-татар, чтобы они устроили пожар мировой европейской революции. И России бы не было как таковой. Она бы сгорела в битве с европейскими народами. И нас бы вообще сейчас не было бы, если бы осуществился проект Троцкого. Но Ленин успел его сдержать. Понимаете? То есть, это уже вопросы политического плана. Но это тоже важно знать. С другой стороны, смотрите. В Европе возникает другая линия социологического развития, социологических теорий. Понимаете? Эта линия представлена уже не марксистскими философами, а в основном немецкими философами и французскими. Один из них – это Эмиль Дюргей. Он – общепризнанный создатель социологии. Рассматривал социологические проблемы с своей точки зрения. Вот он отстаивает фактически эволюционный путь. Предлагает изучать социальную реальность. И говорит о том, что надо изучать социальные факты, которые представляют собой непреложную социальную реальность. Сами факты должны являться предметом социологии. То есть, ряд социологов Запада, уверяю вас, они не ставят головоматные проблемы. Давайте все менять. Давайте разрушим весь мир. Разделим пожар мировой революции. Как Маркс. Они говорят по-другому. Давайте социальные факты, которые есть, социальные проблемы, рассматривать и улучшать на месте. То есть, улучшать в течение непосредственно своей жизни. Вот такова их линия. Таков их прогноз. Чем должен заниматься социолог, собственно говоря. С их точки зрения. Далее. Ну вот один из представителей социологии. Такой умеренной, скажем, линии в социологии. Это Георг Зиммель. Он основатель теории формальной социологии. То есть, он говорит так. Что нужно изучать, собственно говоря? А нужно изучать форму взаимодействия между индивидуами, которые образуют общество. Вот форма взаимодействия. Это важно. Далее. Вот в чем концепция Георгия Зиммеля, собственно говоря, состоит. Нужно сосредоточиться с его точки зрения на исследовании социальных конфликтов. Вот Маркс до Зиммеля, ну и другие социологи, они вводили понятие социального конфликта. Они говорили о том, что социальный конфликт неизбежен. Неизбежен. Он всегда будет существовать. Но есть два взгляда на проблему социального конфликта. Маркс говорит, что социальный конфликт надо расширять. Чем сильнее расширение социального конфликта, тем быстрее прогресс. Видите? Тем быстрее мы добьемся блага для всех. А вот Георг Зиммель. Он говорит, нет. Социальный конфликт имеет другое значение. Видите? Социальный конфликт надо не расширять, не распонять. А наоборот, его интегрировать в форму компромисса. То есть, компромиссный путь решения социальных конфликтов. Как? Через конкуренцию, через подчинение, через подражание. То есть, есть закон о конкуренции. Есть закон о подчинении. Иерархия власти. Есть подражание, как социальный механизм. Знаете? Человек кому-то подражает в социальном плане. И вот эти вот моменты крайне важны с точки зрения Георга Зиммеля. В развитии общества. То есть, не надо общество ломать. А надо общество улучшать. Через систему устранения или, так сказать, компромисса конфликтов социальных. Далее. И когда мы, говорит Георг Зиммель, будем улучшать общество таким образом, то в обществе наступает процесс обобществления. Что это такое? То есть, люди интегрируются, соединяются. И не позволяют друг другу враждовать и конфликтовать. Вот мы, социализированные индивиды. Мы обоисчислены. Мы решаем вопросы нашей организации. Знаете? Внутри нас, нашей организации, нет конфликтов. Конфликтное состояние уменьшено. Так сказать, конфликтов нет. Знаете? И вот это бесконфликтное состояние внутри организации, внутри общества в том числе, оно обобщисляет людей. То есть, делает их здоровыми. Социально здоровыми. Знаете? Об этом шла речь в концепции Георга Зиммеля. Далее. Следующий важный момент. В чем задача социология по Георгу Зиммеля? Ну, она, эта задача формулируется так. Нужно исследовать формы обобществления. То есть, те процессы, которые позволяют нам сохраняться как целостному, здоровому, социальному организму. Какие же эти процессы? Социальные процессы, в первую очередь, подчинение. Подчинение, как феномен социальной жизни, должен быть? Должно быть? Да. Если не будет подчинения, не будет и эллахии подчинения, то общество разрушится. Далее. Соревнования между различными индивидуами в обществе должно быть? Да. А между группами тоже должно быть. Поэтому соревнования, подчинения, конкуренция – это вот социальные механизмы и социальные процессы одновременно, которые способствуют стабилизации в развитии общества. Далее. Социальные типы должны быть в развитии общества? Да. Конечно, должны быть. Аристократ, бедняк, буржуа, как социальный тип, ну и другие. То есть, социальные типы, они должны, нужно изучать их проблемы, нужно находить точки соприкосновения этих социальных типов, чтобы они могли нормально взаимодействовать. Далее. И социальные модели надо исследовать. Говорит Георг Зиммель. Георг Зиммель – это модели развития групп. То есть, как должны группы социальные развиваться. Ну, такой взгляд был Георг Зиммель. Еще раз. Когда идет речь об истории социологии, товарищи, обратите внимание, одни социологи революционного типа, другие социологи эволюционного типа, одни говорят о том, что общество надо радикально реформировать через революцию, через насилие. Другие говорят о том, что общество надо улучшать, усовершенствовать постепенно. Вот в этом, как бы, корень проблемы в различении социологов и их взглядов. Далее. Следующий крупнейший социолог в истории социологии, он очень известен, знаменит. Его называют антиподом Маркса. Это Макс Вебер. То есть, его взгляды противоположны марксизму целиком. Вот. Он ввел такое понятие, как идеальный тип. Жил в начале 20 века. Он младше Маркса. Вот. Далее. Немецкий социолог крупнейший. Увел понятие идеального типа. То есть, он считал так, что есть некоторые идеальные человеческие типы, да. И вот, как бы, к этим типам должны прислушиваться вот другие типы людей. Вот. Ну, какие-то идеальные типы. Харизматический тип. Да, действительно. У нас много харизматиков, вождей, так сказать, человечества. Вот. Но харизма, она есть разная. Есть отрицательная харизма, разрушительная. Такая, как была у Маркса, например. Вот. Есть харизма положительная. Знаете. Такая, как, например, была у Махатмы Ганди. Махатма Ганди, вождь индийского народа. Вот он освободил Англию, то есть, освободил Индию из-под колониального владычества Англии без революции. Англичане пытались устроить в Индии конфликт, чтобы была вооруженная борьба. А Махатма Ганди сказал так, мы не пойдем на революцию, у нас мирная культура, Индия оказалась свободной в результате харизматического типа лидера, которым являлся Махатма Ганди. Далее, патриархальный тип, как идеальный тип. Что значит патриархальный? Семейный, доброторюбивый, отцовский тип, заботливый тип человека. Он важен как социальный тип. Далее, рациональный тип. Это вот тип ученого. Тот тип, который, так сказать, зовет людей руководствоваться в жизни доводения разума. Опираться на рациональные способы решения проблем. Далее, Макс Вебер. Он исследовал социальное поведение людей. Он говорит так, что такое социальное поведение? А это отношение человека. Это его внутренняя или внешне проявляемая позиция. Знаете? Это отношение людей к другим людям. Поэтому социальное поведение, оно формировается через отношение человека, через его позицию, через его поступки. И это поведение должно быть со смыслом, то есть наполнено смыслом. Понимаете? И вот с этого времени проблема социального поведения, она становится ключевой и в социологии, и в психологии в том числе. Речь идет о 1920-х годах нашего века. 20-го века. Да. Социальное поведение. Вот как изменить социальное поведение? Как сделать человека более социально здоровым? Такой вопрос ставят социологи, рассматривают эти вопросы. Далее. Макс Леббер. Он также обращается к проблемам развития экономики, к проблемам развития культуры европейской цивилизации в целом. И вот он исследует капитализм. И говорит так, что капитализм это особая форма цивилизации. То есть капитализм это не способ производства, как говорит Маркс. Это не просто экономика, а это форма цивилизации. Цивилизационная форма. Понимаете? И он пишет такую книгу, которая называется «Пратестантская этика и дух капитализма». Давайте остановимся подробнее на этой книге Макса Леббера и там раскроем несколько идей, которые он высказывал в этой книге. Ну вот смотрите. Почему капитализм с точки зрения Макса Леббера возникает из протестантизма? То есть в основе капитализма лежит протестантская религия. Это раз. И в основе капитализма лежит протестантский этнос. То есть протестанты создали капитализм. Почему так? Ну вот смотрите. До 15 века брать в дух и брать проценты с человека было нельзя. Христианская религия, две ветви христианства, православие и католицизм, они запрещали вообще брать в дух. В дух брать нельзя. Никто в дух не давал полпроценты. И старались люди в дух не брать. Проценты нельзя было брать с человека. Почему так? А все мы дети Божьи. Все мы перед Богом равны. Как можно взять с человека проценты? А вот протестантская этика говорит по-другому. Она формирует другой взгляд на проблему развития экономики в Европе. Она говорит так, что можно брать в дух, можно брать процент и можно эксплуатировать человека. Видите? В чем проблема? Смотрите. Протестанты, они подошли к проблеме религии несколько по-иному. Они сказали так, что вот Бог, где Он существует? Он существует не вне нас, а внутри меня. Внутри меня существует Бог. А вокруг нас могут быть разные события и разные обстоятельства. И разные дела мы можем творить. То есть, если Бог внутри меня, если я верю в Бога, а сам беру проценты, эксплуатирую людей, граблю колонии, знаете, занимаюсь организацией пиратства, что распространено было уже в 17 веке, ну и что внутри себя я верю. Бог-то простит меня, так сказать, поэтому мои дела могут быть разные, мои поступки могут быть неблаговидные. Более того, с точки зрения протестантизма, пишет Накс Вебер, богатый, это значит, Богу угодил. Вот с точки зрения православия, убогий, убогий, убога первый. А с точки зрения протестантизма, богатый, Богу угодил и убога первый. То есть, два противоположных взгляда, представляете? Кто ближе к Богу, бедняк или богатый? Православие говорит, бедняк, конечно же, бедный человек ближе к Богу. А протестантизм говорит, наоборот, богатый ближе к Богу. На сегодняшний день у нас миллиард двести протестантов в мире, вся Америка протестантская страна, Европа большая часть протестантской страны. Далее 800 миллионов католиков и 300 миллионов православных. То есть протестантский фактор был громадный такой в организации капитализма. Дальше. При чем здесь религия? Вот смотрите. Макс Вебер пытался показать одну единственную проблему. Вот смотрите. Если я внутри себя считаю, что Бог меня простит, если я буду грабить, эксплуатировать, обманывать, спекулировать, то что тогда? Тогда, пожалуйста, нужно делать все, что угодно. А если я считаю, что Бог смотрит и мои дела будут наказаны, то делать ничего нельзя. Капитализм не будет развиваться. Поэтому взрыв произошел. Энергия духовная, которая копилась веками христианством внутри жителей Европы, она в результате протестантизма была выписана наружу. То есть произошел взрыв. Теперь протестантам оказалось все можно. Можно богатеть, можно банки открывать, можно строить капиталистические предприятия, можно давать под проценты. И возникает капитализм. Капитализм это порождение протестантизма, говорит Макс Вебер. То есть это религиозный фактор протестантизма привел к тому, что появляется капитализм. С одной стороны. А с другой стороны какой фактор? А с другой еврейский фактор. Ну все знают, что первые банковские дома в Европе, они принадлежали еврейскому капиталу. То есть, как, например, трактуется проблема заповедей в христианстве и в иудаизме? Ну вот послушаем. Ну вот смотрите, все знают, что из диковых 10 заповедей не убей, не укради, не выживай жены ближнего, не сотвори себе кумира, ну и другие заповеди. То есть нельзя воровать, нельзя обманывать. У кого нельзя воровать? Спросим, мол, у христиан. Христиане скажут, нельзя вообще ни у кого воровать, нельзя украсть любого человека, нельзя обмануть любого человека. Таковы догматы христианства. А каковы догматы иудаизма? Они другие. То есть в иудаизме та же самая заповедь, например, не укради, она к кому относится? Она относится только к ближнему. А ближний твой кто? Еврей. Другие народы тебе не ближние, говорит Талмуд. То есть талмудический иудаизм, он говорит как? Ближний твой кто? Еврей. У него можно украсть? Нельзя. А у другого человека можно и даже нужно, и можно дать ему вдох, и можно даже его эксплуатировать, и можно даже брать с него процент. В этом нет греха для правоверного иудея. Вот для христианина это грех, а для иудея нет. Поэтому Макс Вебер и другие социологи, они сказали так. Соединилось два фактора в развитии капитализма. Иудейский фактор, еврейский фактор, это фактор спекуляции, ростовщичества. И протестантский фактор, который освободил христиан Европы от доминирования церкви. Уже протестантская религия она иная. Там нет священников, там знаете, все свободно и просто. Там нет никаких глобальных запретов. Поэтому изменение в христианстве, протестантский фактор и иудейский капитал создают капитализм как таковой. И они формируют его. Далее, что еще важно по проблеме капитализма? Почему капитализм это форма цивилизации? Понимаете? Не просто же так Макс Вебер говорит, что капитализм это особая форма цивилизации. Но какие формы цивилизации есть? Есть христианская цивилизация. И все это понимают. Есть исламская цивилизация. И все это понимают. Есть конфуцианская цивилизация. На Востоке. А Макс Вебер дает такой прогноз, что нет. А оказывается, будет единая капиталистическая цивилизация. То есть, экономическая цивилизация, капитализма захватит все страны. А культурный фактор, он уйдет в сторону. Понимаете? А религиозный фактор уже уйдет в сторону. Ну и что мы сейчас видим? Какой фактор прогладает в жизни современного общества? Экономический фактор. То есть, экономика, она определяет абсолютно все. Понимаете? Уже люди не смотрят на то, что какой человек нации, какой веры, какой религии, какой культуры. Расовая проблема вообще никого не интересует. Интересует всех денежная и экономическая проблема. Сколько человек заработал, сколько он умеет. Вот поэтому капитализм – это попытка захватить весь мир. Понимаете? Построить универсальную цивилизацию, единую, капиталистическую. Это очень важная мысль Макса Лебера. И он показал, что капитализм будет развиваться в дальнейшем. Что никакой социализм, предложенный Марксом, он не удержится. Вот что именно капиталистические отношения будут преобладать. Они как бы больше соответствуют природе человека. Социализм, он не соответствует природе человека. А капитализм больше соответствует. Об этом шла речь. Далее, следующий, крупнейший представитель социологии современности 20 века – это наш отечественный социолог Петерин Александрович Сорокин. Причем, в любой энциклопедии можно увидеть, что его обозначают как русско-американского социолога. Значит, он в 1919 году в России создает первый социологический факультет. Он профессор социологии. Он крупнейший ученый, который родился и воспитывался вот в царскую эпоху. Знаете, еще живет при большевиках. И в 1922 году его Ленин высылает вместе с группой российских ученых. И все знают, что в 1922 году была такая акция, которая называлась «Философский пароход». В 1922 году Дзержинский на Лубянке допрашивает элиту российской интеллигенции. То есть, он лично допрашивает Бердяева, Илана Ильгина, Петерина Сорокина, крупнейших мыслителей современности того времени. То есть, всю русскую профессуру. Затем их сажают на пароход и отправляют за границу. Было три парохода. На первом пароходе вывезли порядка 450 русских мыслителей. Разных ученых, в том числе даже и математиков, и физиков, филологов посылали. Но только социологов и философов. Например, выслали такого известного ученого, как Сикорский. Сикорский изобрел вертолеты. Где? В Америке. Не в России, а в Америке. Далее. Выслали такого русского ученого, как Зеленский. Зеленский изобрел телевидение. Где? В Америке. Выслали Петерима Александровича Сорокина. Он основал социологию в Америке. То есть, Петерим Александрович Сорокин основатель социологии в Америке считается. То есть, это крупнейший социолог американский или русский. Выслали в 1922 году. То есть, если спросить, например, у тех, кто знает историю социологии. Кто вообще основал социологию в Соединенных Штатах? Ответ простой. Ее основал Петерим Александрович Сорокин. Вот в 1923 году он, выезжая из США, читает лекции в университетах. В 1930 году принимает гражданство. И уже работает в Центральном университете Америки, в Гарварде. И в других университетах США. И в 1965 году становится президентом Американской социологической ассоциации. Давайте скажем, кого больше вообще в национальном плане социологов в мире. Ну, смотрите. Сначала социология возникает во Франции. Французские социологи. Французские. Затем английские социологи. Потом немецкие социологи. Немецких социологов больше всех. Потом социология перемещается в Америку. На сегодняшний день, на сегодняшний день, уже больше всех, это американских социологов, конечно же. То есть их труды известны всему миру. Они печатаются. То есть, смотрите. Франция, Англия, Германия, на сегодняшний день США. Русских социологов очень мало. С 1922 году социологическая мысль России сворачивается. То есть, уничтожена была русская социология, так же, как и русская философия. Русская история была вся переосмыслена. Осмысленно, то есть, до сих пор уже у нас в учебниках правду о русской истории не пишут. До сих пор мы не можем написать подлинные русские учебники истории. Знаете, осмыслить процессы исторического развития России. Поэтому в России социология затухает и появляется только в 60-70-е годы. То есть, на целых 50 лет ее не было, фактически. Далее. Вот Петерин Александрович Сорокин. Он работает в Америке. Пишет книгу. Она называется «Система социологии». И вырабатывает принципы, на которых должна развиваться социология. Вот социология, с его точки зрения, изучает строение общества по трем аспектам. Она изучает состав социальный, структуру общества, процессы, происхождение и развитие общества. Тоже важный аспект исследования. Далее. Вот цитата Петерина Александровича Сорокина. Что он пишет? Он социологии. Значит, эта дисциплина, имеется в виду социология, должна быть прикладной дисциплиной, которая, опираясь на законы, своеварьеванные теоретической социологии, давала бы человечеству возможность управлять социальными силами, утилизировать их сообразно поставленным целям. То есть, прикладная социология, говорит Петерин Сорокин, должна быть в основе социологического знания. Социология управления. Управление человеческими массами. Управление человеческими ресурсами. Вот это главная цель социологии. Далее. Более, чем Петерин Сорокин, ни один социолог, я подчеркиваю, ни один, не написал в области социологии больше его. Ну, никто. Начало громадное количество трудов. Даже не все труды его переведены сейчас еще на русский язык. Но книги выходят. Вот его книги. Система социологии. Учебник социологии. Вот по учебнику социологии учились и до сих пор учатся западные студенты. По учебнику Петерина Сорокина. Социология революции. Вот недавно переведена эта книга. Очень захватывающий труд. Санная мобильность. Социальная и культурная динамика. Еще одна книга. То есть, книг громадное количество. То есть, он работал практически 50 лет в университетах США, читал лекции, писал труды. Был всемирно признанным социологом. Далее. Что важного ввел в социологию Петерин Сорокин? Он ввел такое понятие, как социальная мобильность. Социальная мобильность – это изменение человеком своего статуса социального. Перемещение из одного социального слоя в другой. Социальная мобильность – она бывает разных уровней. Но это самое понятие было введено Петерину Сорокину. Увел он этот термин в 1927 году. И сейчас все знают, что существует два уровня социальной мобильности – горизонтальная и вертикальная. Вертикальная мобильность и горизонтальная. Сочетают эти уровни, исследуют их и выводят некие закономерности. Вот вертикальная мобильность – это переход индивида из одного социального слоя в другой. То есть повышение по статусу. Карьерная лестница фиксирует социальную мобильность. Далее. Служебное повышение – это тоже профессиональная вертикальная мобильность. По служебной лестнице. Есть экономическая мобильность. То есть достаток растет, тоже идет вертикальная мобильность. Она разная. Далее. Вот как раз экономическая вертикальная мобильность. Тоже один из признаков мобильности. Далее. Политическая вертикальная мобильность. То есть переход на более высокий социальный слой управленца. Это пример политической социальной мобильности. Далее. Следующий крупнейший из социологов современности это Парсенс. Он известен тем, что он выступил как историк социологии. То есть он проанализировал подходы Макса Вебера, Георга Зиммера, Дюкгейма, Зигмунда Фрейда и других социологов. И предложил несколько своих взглядов на социологию. Он разработал теорию общей социологии, теорию действия, которая получила название структурного функционализма. То есть самоорганизующей системы. Но ставит вопрос, что должно быть ключевым в анализе социологической реальности. Ключевое это социальная система. Системность, функциональность системы должна быть. Поэтому надо изучать различные аспекты социальных систем и приходить к тому, чтобы эти системы функционировали нормально. Далее, также он обратился к исследованию проблемы культуры и пытался создать единую теорию социологии. Это важно. Вот структурный функционализм с его точки зрения. Функционализм это любое социальное явление, учреждение или институт, рассматривание с точки зрения их вклада в развитие общества. То есть, какой вклад в развитие общества осуществляет тот или иной социальный институт. По этому критерию мы можем увидеть работу этого социального института. Понимаете? Если вклад в социального института очевиден всем, то это функциональность этого института важная. Если наоборот, он дисфункционален, разрушает общество, то это институт надо ликвидировать. Вот такой взгляд был Парсонса на развитие социальной реальности. Ну хорошо, на этом, я думаю, мы несколько закончим рассмотрение истории социологии. История социологии – громадный такой пласт человеческой культуры. Я думаю, мы в дальнейшем продолжим другую часть истории социологии, рассмотрим крупнейших представителей социологической мысли. Но сегодня, я думаю, достаточно. Вы познакомились в данной лекции с социологией как наукой и отчасти с историческим возникновением социологии. С развитием социальных идей, которые были актуальны для человечества, начиная с 1842 года, с образования социологии как науки и до нашего времени. Хорошо, благодарю всех за внимание. Продолжим в следующий раз следующую часть истории социологии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...